Эта программа сканирует за счет камеры происходящее, в данном случае лицо, и создает анимацию персонажа. Но для того, чтобы персонаж так хорошо откликался, нужно его изначально хорошо подготовить. Эти персонажи можно использовать или создавать в программе либо в Photoshop, либо в Adobe Illustrator. И вот тут начинается самое важное, потому что нам нужно правильно его будет сделать и правильно организовать. У меня уже есть готовый персонаж, мы попробуем еще, я попробую создавать его, чтобы понятно было, как это будет все происходить. Наш персонаж на текущий момент состоит из кучи деталей. Желательно, конечно же, ознакомиться с программой именно с точки зрения, какие детали персонажа должны быть. По крайней мере, именно анимационные детали. По большей части надо будет интересовать лицевая его часть и поведение лица на какие-то, скажем так, сканированные моменты. То есть он поддерживает поворот лица. В принципе, если вы заранее предусмотрите или прорисуете этот поворот, он будет тоже поворачивать лицо. Он же также видит глаза, рот, поведение рта. И вот тут самое муторное начинается то, что вам нужно это все предусмотреть. То есть элементарно, мы говорим, рот. Просто рот привязать – это одно. То есть он будет молчать, возможно, как-то он будет двигаться вверх-вниз. Но чтобы были именно эмоции, чтобы поведение губ какое-то было, вот здесь описано именно поведение губ. И вот в данном случае желательно будет это тоже создать. Придется в некоторых случаях, когда сюрприз или оханье, аханье, зубы, возможно, прорисовать. То есть это не только открытый рот, закрытый рот и улыбка какая-то. Тут просто он сканирует непосредственно губы на камеру и пытается воспроизвести анимацию по этим губам. То есть так же, как он сканирует поведение глаз, он сканирует поведение бровей, подвигает бровями, все. Поморгать глазами, если он это увидит. Ну и наклон головы, приближение головы. Тоже все это заметно. Ну а руки уже это можно просто подвести. Итак, в фотошопе. Ну, в любом случае, нам придется в фотошопе уже как-то все-таки адекватно, правильно работать. Самое, наверное, скучное для пользователей в фотошопе – это называть салли. И вот здесь, конечно, придется активно с этим действовать. Потому что все-таки, вот это как раз я говорю, для чего мы держим открытую программу. Чтобы элементарно правильно назвать хотя бы слои. Вот если вы назовете слой так, как он здесь числится, значит, это так и будет нормально работать. Вы потом сможете привязать каждый элемент правильно по поведению. То есть, вот здесь тоже все пронумеровано. И в данном случае, получается, я указываю, что и указываю, как. Все это линкуется. Да, ему все равно, растр – это элевертор. То есть, как бы и то, и другое он предусматривает, что должно быть. То есть, здесь именно принцип расстановки тегов идет. Причем, как бы, лицо, когда мы работаем с лицом, да, можно работать прямо указывая, что это такое. Либо, вот, переключаемся на отображение в тегах. И он здесь прописывает, какие, что за что отвечает. Итак, в фотошопе нам понадобятся слои, так же, как и в иллюстраторе. Ну, вот, фотошоповский я оставлю вариант, я его отрогать не буду, я покажу. А на примере этом я в иллюстраторе попробую создать аналогичный. Потому что, если кто работает в фотошопе, знает, что такое слои и как с ними работает в иллюстраторе, с этим может быть немножечко иначе. Итак, ну, в фотошопе видно, все по слоям разделено, да, то есть, это брови, глаза, левый, правый там и так далее. Все четко есть. И отдельно рот, да. То есть, для рта здесь тоже уделено много внимания, то есть, как раз, те самые все элементы. Давайте попробуем в иллюстраторе что-нибудь сделаем. Опять же, вот, как раз здесь, в иллюстраторе по слоям нам придется все это переименовывать и задавать, да, более конкретно. Потому что по-другому никак. То есть, мы узнаем, что это будет характер. Давайте я его буду, название прямо отсюда копировать. Можно прямо, кстати, взять за образец, учитывая то, что с самой программой вот этот товарищ, да, он тоже имеется. Вы можете прямо поименно отсюда тоже забирать для работы, для удобства, чтобы писалок заново не перепечатывать, чтобы не запутаться ни с чем, да. Можно свободно это сделать. Давайте я создам новый подслой. И он у меня уже будет там отвечать, да, голова, допустим, та же самая. Или я прорисовываю голову, а потом могу сгруппировать и в группе создавать уже подгруппы, да. То есть, давайте так лучше сделать. То есть, что-нибудь нарисую. Давайте будет смайлик. Так, желтенький товарищ. Это у нас будет голова. Здесь она числится как бэкграунд. Наверное, зовут тоже так же, как бэкграунд. Благо, теперь у иллюстратора давно уже можно переписывать все имена, все давать имена необходимые, все будет хорошо. Вот, следующее мы к нему добавляем. То есть, у нас будет там левая бровь, правая бровь. Добавляем бровь. Нарисую, как в N-Grip Burst буквально. Так, как бровь. Спокойно сделаем бровь, потому что, если мы говорим о разных структурах, то бровь тоже здесь будут разные, да. И когда злится, то есть, когда удивляться, то есть, чтобы он в движении это все видел. Так я лучше сделаю. Вот, соответственно, они у нас появились. Я их тоже переименую. То есть, это у нас будет... All right. Это у нас будет left. Скопировали. Готово. Следующее. Создаем глаза. Здесь глаза состоят из нескольких моментов. То есть, изначально в программе идет прорисовка глаз в спокойном состоянии, в открытом состоянии. Но также есть дополнение в закрытом состоянии. Вот там right blank, да, написано? Blink. Blink. Right Blink. Я его отключу. Тоже создам, да, глаз. Может быть, я сейчас не буду Blink создавать. Создам просто, чтобы мой товарищ... Следил за тем, что происходит. Это вот один. Blink, это белок, да? Нет, Blink они здесь обозначили как закрытый глаз. А. То есть, белок, вот это сейчас то, что я делаю. И в данном случае белок eyeball. Болт, то есть, как бы основной получается глазное яблоко. Итак. Это у меня правый. Правый. Это будет левый. Вот их сгруппирую, каждый по отдельности, и дополню в группу еще что-нибудь. Или просто создам сейчас сам непосредственно зрачок. Пусть будет черный. Чуть. Пусть. Чуть. Два. Все. Получается у меня раз, группа. Два. Группа. Группы будут называться у нас как Lerth Eye, Right Eye. То есть, как глаза. Это. Правый глаз. Сейчас мы их потом по иерархии... А зрачок, он идет в отдельном слое, да? Да, они все же... Ну, учитывая то, что я в иллюстраторе делаю, это в любом случае отдельные слои. Они так или иначе. Но в данном случае, да, здесь еще идет подслои. То есть, слой у нас один, но в этом слое находится куча подслоев. То есть, как бы, каждая деталь по отдельности. Да, и я вот сейчас прорисовал, какие именно детали. У меня получается сейчас вот эти... Зрачок называется Ellipse, да? Нет, Ellipse он сейчас пока называется. Я пока его не... Он называется Left Pupil и Right Pupil. Пупил. Итак, правый, да, это будет правый. Причем он здесь с плюсиком, чтобы отслеживался. И левый, давайте посмотрим. Что значит плюсик? Камера будет за ним следить. Буквально пометка камеры, зачем следить, чтобы отслеживать. Потому что рот у нас не помечается, потому что он ориентируется на звуковое сопровождение по умолчанию. То есть, он ориентируется на колебания звука в камере. Ну, или в микрофоне, да. А вот глаза, он будет отслеживать именно камеры, чтобы куда они смотрят и так далее. Так, попробую сейчас сохранить это все куда-нибудь. А в моем проекте, попробую протестирую, новый проект. Эрактор 2. Значит, сюда я добавляю сцену. Новая сцена. И на новой сцене новый товарищ. Так. Нам нужно импортировать. Вот он. И дальше мы уже с ним можем, по идее, работать. Видите, он короны пометил, кто за чем следит и так далее. То есть, в принципе... Короны это там, где стоят ключики у нас, да? Да. Да. Сейчас пока ничего не настроено. Пока поведение у него несколько странно, безумное. Естественно, потом требуется определенная настройка, привязка и так далее. Да, то есть, мы говорим, что основной у нас бэкграунд не что иное, как вот это лицо. Привязку поставили. Дальше мы говорим, что, допустим, глаз. Это он определил глаз, да? Вот он. Этот он тоже определил. Так как, видите, названия были правильно расставлены, он сразу сориентировался и стал правильно расставлять непосредственно поведение. То есть, как бы, по тегам распределение сделал. Видите, у него привязка идет. В сцене. Вот. Брови в полете. Пока ничего не настроено. Но это все требует отдельной настройки. Можно понимать, что, в первую очередь, да, анимейшн изначально сделан так, чтобы он сканировал лицо. Да, руки, естественно, и все остальное он не сканирует. Здесь вы этим управляете самостоятельно. Чтобы создать качественного персонажа, это надо же посидеть и порисовать. И плюс прорисовать все эти, вот, хотя бы базовые моменты. Мало того, я даже скажу больше, что, чтобы, допустим, некоторые движения были более плавные, там порой требуется прорисовывать еще и промежуточные действия. То есть, как бы, допустим, те же самые бровные значения удивления, злости и так далее. Когда мы брови сдвигаем, поднимаем, ну, поднимаем, он здесь просто поднял и все. А когда меняется еще положение бровей, да, то есть, становится, как бы, злой, там, удивленный формат, то, чтобы движение было плавно, нужно прорисовать промежуточные изменения положения бровей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok